Когда мы поставили уже два стола бильярда, люди пошли под шефе, которые мы сказали, ребятки, во второй обуви, приходите трезвые, у нас здесь не пьют. Человека как бы три-четыре из-за этого только бросили пить, потому что любители еще с тех времен СССРовских играть бильярд. В Доме культуры поселка Уфимского ежедневно аншлаг. Бесплатный бильярд уже пару лет – главное развлечение сельчан. А глава поселка Александр Некрасов – пример. С тех пор, как начал развивать спорт в родном поселке, алкоголь не употребляет. В основном, конечно, это чай на бруснике, на клюкве. Отличный чай на шиповнике. Завязали со спиртным и четверо друзей Александра. В марте поселок победил в конкурсе «Территория здоровья. Трезвое село». Его проводила общественно-государственная организация «Движение попечительства народной трезвости». В награду, как самый трезвый поселок, Уфимский получил 300 тысяч рублей. Этих денег хватило на теннис, вагончик для хоккейного корта и уличные тренажеры. Сережа, спокойно, как обычно играем. Играем, как обычно. Сейчас в Уфимском действуют секции по бильярду, теннису, шахматам, легкой атлетике. Зимой лыжня, которую сельчане создают всем миром. Тренер на общественных началах Геннадий Меншиков – еще один идеолог трезвого образа жизни в поселке. В свои 80 с лишним участвуют во всех районных соревнованиях. Сетуют, что на продвижение здорового образа жизни не всегда хватает средств. Слажновато. Мы за свой счет транспорт берем. У меня была когда своя машина, я брал четыре человека, на все соревнования возил с собой всех. Проблема у нас с транспортом. Да. Сейчас для жителей Уфимского праздник без алкоголя – история нередкая. В рабочие дни спрос на спиртное стал намного меньше, чем несколько лет назад, утверждают продавцы местных магазинов. Основную работу по профилактике алкоголя администрация поселка и активисты ведут не с рабочим населением, а со школьниками и пенсионерами. Доля жителей от 30 до 50 лет в Уфимском сокращается. Все, кто может, уезжают на заработки в областной центр. Молодежь у нас сейчас все учится. Кто работает, уезжают. А которые пировалики уже умерли. В основном пенсионеры остались одни. Вся же молодежь разъехались. В администрации Уфимского надеются, что рабочее население рано или поздно начнет возвращаться и уже готовится подать заявку на новый конкурс на статус самого трезвого населенного пункта. К следующей зиме, говорят, обязательно надо найти деньги на освещение лыжной трассы, чтобы кататься можно было и вечером после работы. Мария Михоношина, Сергей Мисаров. Для Настоящего Времени. Субтитры создавал DimaTorzok